Всех приветствую на канале CryptoCommons. Сегодня 1 марта, сегодня первый день весны. Именно сегодня, 4 года назад, начался знаменитый альт-сезон 1 марта 2017 года, когда доминация биткоина просела с 96% до 32% буквально за 9 месяцев. В этот момент многие альткоины сделали по 50, по 100 иксов, даже по 1000 иксов некоторые. И теперь, конечно же, все ждут того же самого. И вроде как доминашка у нас загибается, посмотрите, здесь фейлит пробить вот этот уровень сопротивления. То есть все, что мы ждем с вами, как альткоин to the moon, это чтобы она сделала вот так вот. И мы снова увидели с вами масштабный альт-сезон и криптовесну. В принципе, пока, конечно, об этом говорить преждевременно, тем более мы видим на доминашке здесь вот какие-то зеленые объемы, которые сражаются за то, чтобы биткоин отскочил все-таки и альткоины просели. Но будем посмотреть, как говорится. И сейчас мы видим с вами на CoinMarketCap все еще 20, 30 и 40% скидки на альткоины, что не может не радовать. Но это на самом деле я не обновлял страницу со вчера. Обновили страницу. То мы видим, что уже за последние сутки многие альткоины отскочили на 8, на 10%. Но все еще за неделю мы видим, что многие из них, кроме Cardano, пожалуй, которые за неделю все еще в плюсе на 21%, то многие другие такие, как Эфир, даже Биток, самые Binance Coin и многие по 20-30% скидки. Что не может не радовать, потому что именно в такой момент вы и хотите покупать. Вы не хотите покупать, когда все отросло уже на 100%. Поэтому не забывайте, что альткоины по таким безумным скидкам продаются на Binance. На Binance больше всего альткоинов. А у нас для вас есть специальная новая партнерская ссылка на Binance. В описании этого видео вы ее найдете. По ней регистрируйте новый аккаунт. Можно даже без верификации личности. По ней будут дополнительные плюшки, такие как airdrop, скидки на комиссии, конкурсы и все прочее. Я сам уже так и сделал. Завел по этой ссылке себе новый аккаунт. Ссылка в описании. Также смотрите, вчера я создал опрос To The Moon или дохлой кошки To The Moon. То есть по факту просто long или short. И мнения разделились, как вы видите, абсолютно 50-50. Ну, с легким перевесом в 2% у нас голосуют за To The Moon. Но по факту, как я вижу из этого голосования, есть непонятка на рынке. Вот у нас уже 1319 голосов. При этом 2500 посмотрели. То есть, ребята, вы что не голосуете-то? Давайте-ка это. Его ответ в дискуссии можно почитать. В общем, это все можете почитать у нас в чате и также пообщаться на эту тему. Да, и еще один момент. У нас тут в закрепе, в чате, в телеге и под описанием каждого видео все ссылки на все лучшие биржи, видосы полезные и также сервисы по криптовалютам, обменники, кошельки и так далее. И вот здесь есть раздел «Краны». Кто спрашивал про новые экраны, вот эти Free Dash, которые мы дали, Free, вот эти все, пруфы, что они выводят. Пруф, что они выводят, у меня случился вчера. Я вчера вывел с этого нового экрана Free Dash, 001 Dash и тут же раздал его в чате. Так что все нормально, экраны рабочие выводят. Просто регистрируйтесь по этим ссылкам, нажимаете «Крутить» и собирайте бесплатные монеты. Это как тем, у кого и нет денег и кто хочет только начать собирать бесплатно крипту, так и тем, кого ликвиднуло, так и тем, кто просто умеет считать копейки и понимает, что сатоши биткоин бережет. Я вот, например, с 2015 года кручу эти краны и могу вам сказать, что это как минимум всегда в плюс, в отличие от трейдинга и всего остального. Так что не забывайте про краны, тоже партнерские ссылки в описании. По новостям. Неизвестный потребовал от Tether выкуп в 500 BTC. Ну, потребовал и потребовал. Вице-президент Нигерии призвал к осторожному внедрению блокчейна. Осторожное внедрение блокчейна. В Google Finance добавили вкладку с курсами криптовалют. А вот это хорошо. Ну, вот это, кстати, хорошая новость. То, что добавили в Google Финансах. Опять же, посмотрите, обратите внимание, биткоин, эфир, лайткоин и биткоин кэш. Биткоин кэш, видите? К разговорам о том, что вот, биткоин кэш это скам, что его сейчас делистят с OKEX, по-моему, да? Сегодня, кстати, 1 марта, должны делистнуть биткоин кэш и биткоины сви с OKEX. Я только за. Биткоин сви вообще это чистейший скам. А биткоин кэш, ну не знаю, слушайте, его поддержали PayPal, его поддерживают все крупнейшие биржи, все кошельки. Не думаю, что ему просто так дадут соскамиться. Так что все еще по-прежнему набираю биткоин кэш, эфир классик, как я вам и говорил, графики очень красивые. У биткоин кэша вот цели 1000, 1500, 2 и полетели, 3. Эфир классик тоже самое. Эфир классик вообще это true эфир, поэтому эфир классик к биткоину вообще находится просто на днище. И вот сейчас у нас происходит отскок RSI как раз из перепроданности. И эфир классик к эфиру такая же история. И эфир классик к USD такая же история. Но к USD он уже больше разворачивается, потому что весь рынок уже начал расти. Не знаю, мне тут уже начали писать в комментариях, что типа чувак, что ты топишь за старые монеты. Сейчас уже совсем другие. DeFi, Shmify, коины, которые дают сотни иксов. Я с вами согласен, но я повторюсь для тех, кто не понимает. Я не топлю за новые монеты, потому что мне непонятна у них история. Смотрите, у этих монет, за которые я топлю, мне понятно, что они не соскамились за 3-4 года, за 5-6 лет, как Dash. И у них есть какая-то справедливая цена уже. Грубо говоря, как у нашего Даши, любимого с вами. У него есть справедливая цена вот, где он сейчас находится. И на самом деле он сейчас даже ниже справедливой цены. И вон какие объемы заходят на Huobi. На Poloniex даже вон какие объемы заходят. А, это Kraken. На Kraken заходят объемы. У Даши есть, короче, справедливая цена. И мы сейчас, по сути, даже ниже нее. Если посмотреть на среднюю цену за все это время, то она где-то в районе 400-500 баксов. Вот. Ну, а так, я еще раз говорю, Даша, скорее всего, повторит за эфиром и за всем остальным, потому что это фундаментально очень сильная монета. Это не какой-нибудь кардан, в котором 3 года, блин, майонет не могли запустить толком. Так что, вот, я топлю за те монеты, которые я вижу, у которых есть на недельке хотя бы история, где мы видим, EMA Ribbon хотя бы, в принципе, вообще появилась, развернулась вот тут в медвежью зону. После этого у нас был 3 года шорт, и сейчас EMA Ribbon развернулась в бычью зону, и у нас намечается там как минимум 2 года лонг. Я так это вижу. Если вы видите по-другому, напишите в комментариях. А всякие ваши любимые полка, DOT, например, посмотрите. Ну, что тут смотреть-то? Тут еще у EMA Ribbon всего вот 2 полосочки появилось. Это вообще ни о чем. Тут нет истории движения цены. Она может сейчас как улететь в космос куда-нибудь туда, в чем я, кстати, очень сильно сомневаюсь, потому что это, ну, сколько там монет, посмотрите, какая капитализация. Так и она может вот так сходить. И тут, ну, грубо говоря, мне график сейчас этот ничего не предсказывает, потому что на нем нет истории движения цены. Может она вот так сходить, отскочить, потом пойти дальше, потом только упасть, или потом пойти еще дальше. Может вот так сходить, может вот всяк. То есть мне как бы с точки зрения технического анализа у меня здесь ничего не понятно. Единственное, мне понятно, что она вот так не может пойти влево, потому что это против законов гравитации. Вот почему я даю вам старые монеты. Мне даже проще Dodge BTC вам сказать или Ripple, потому что я вижу историю. Dodge BTC мы что видим за многие годы, что он дошел до своего верхнего значения. Dodge BTC обычно ходит вот у нас в коридоре 20 сатоши и 200 сатоши, да, там или 100 с чем-то даже. На самом деле 200 это для него вообще потолок. 140-120, вот у него уровень. Все, Dodge BTC сейчас находится на высшем уровне. А Dodge к доллару смотреть я вообще считаю не имеет смысла, потому что да, сейчас если весь рынок начнут накачивать бабками, и биток улетит на 200, и эфир на 5000, тогда и Dodge к доллару, конечно, станет выше. Но это не помешает Dodge к BTC продолжить свой нисходящий стандартный даунтренд во время этого. Потому что, посмотрите, Dodge к BTC всегда вот так вот падал, и потом опять пампил, падал и пампил. Поэтому, не знаю, я вообще Dodge BTC сейчас не торгую, но если бы мне сказали вот прям торговать сейчас Dodge, я бы скорее всего в шорт в него встал, где-нибудь на небольшом отскоке, и ехал бы спокойно куда-нибудь на 50 сатоши или ниже. Вот такие вот истории, EOS тоже немножко беру, Манера немножко взял. Беру старые монеты, у которых понятно. EOS, конечно, выглядит как дикий скам, но я думаю, он скоро всех порадует чем-нибудь таким перед следующей волной скама. Манера вообще, кстати, хорошо себя сейчас показывает. Stellar беру тоже, потому что у него полет нормальный обычно. Basic Attention держу. Ну, как-то так вот все, в принципе, как я и рассказывал в предыдущих видео. Вот, а вам, ребята, хочу напомнить еще такую вещь, что на бирже Bybit начался турнир по торговле BTC и USD с призовым фондом в 6 тысяч баксов, и вот он начался как раз сегодня. Регистрация идет все еще и будет идти до конца турнира, а турнир продлится с сегодняшнего дня, с 1 марта до 8 марта. Собственно, все, что надо делать, это просто торговать, можно даже не торговать, просто иметь на балансе 200 тысяч сатоши. Вот, по этой ссылочке или по ссылочке из описания переходите, регистрируйтесь в турнире, если вы еще не. Вот, у нас уже 500 участников, 6 тысяч призовой фонд. И здесь самый прикол еще раз в том, что вам нужно всего лишь 200 тысяч сатоши на депозит, то есть, грубо говоря, вы можете даже, если вы хотите сильно порисковать, то, ну, не так, скажем, жалко будет, да, как когда минимальный порог входа, там, 2 или 5 миллионов сатоши. Если вы их потеряете, я надеюсь, это не так будет для вас существенно, поэтому вы можете пробовать здесь торговать именно в хай-риске, чтобы всех победить. Потому что вот эти ребята, они, конечно, торгуют явно в хай-риске. Еще хочу вам напомнить, что на бирже Diodax, по ссылке из описания, нулевые комиссии в паре Chainlink-USD, то есть, абсолютно нулевые. Вот у меня здесь сейчас открыт небольшой лонг по биткоину. Здесь можно торговать и биткоином, и эфиром, и Chainlink-ом. Но самое прикол здесь в том, что на Chainlink реально нулевые комиссии. Я уже показывал это в своих видосах, сейчас появится сверху обзор, посмотрите обязательно. В общем, эта биржа идеальна для того, чтобы торговать на ней Chainlink-ом, потому что вы даже по рыночному ордеру, когда открываете сделку, ничего не платите. Ну вот давайте я вам покажу. Допустим, вы хотите открыть лонг по Chainlink-у на 100 контрактов, да? Только обязательно читайте специфику контрактов, потому что 100 контрактов – это не значит 100 долларов. Если у вас маржа в USDT, то контракты не в долларах измеряются. Контракты в долларах измеряются только если у вас маржа в крипте. А когда у вас маржа в USDT, у вас контракты измеряются всегда в зависимости от биржи. Вот здесь, например, контракт Value, вот размер контракта 0,1 линк. Это очень важно, чтобы вы понимали. То есть 100 контрактов – это будет 10 линков, допустим. Ну вот давайте откроем прямо по рынку Market Order, открываем 10 линков в лонг и смотрим, подтверждаем. Цены ликвидации у нас нет, потому что объем маленький. Я просто, чтобы вам показать. Во! Посмотрите внимательно. Вот мы открылись прямо по рыночному ордеру, и у нас сразу же с вами Unrealized PNL есть, потому что мы открылись рыночным ордером, и понимаете, да, разница между лимитной и рыночной ценой. Но при этом Realized PNL, то есть реализованный Profit Loss, у нас 0. 0, посмотрите. И это очень круто, потому что где бы вы не торговали сейчас линком, на Binance, на Bybit, на Femex, если вы откроетесь по рыночной сделке, у вас сразу же будет Realized PNL. Короче, если вы будете много скальпить, вы будете тупо терять на рыночных комиссиях. Здесь же в паре Chainlink USD вам вообще бесплатно предлагают это делать, то есть вы можете сколько угодно входить, выходить в позу и не платить. Вы на этом на самом деле сэкономите уйму средств, поэтому рекомендую вам ознакомиться. Ссылка на DUDEX тоже в описании. Так что, ребята, вот такая вот история. Большое спасибо за просмотр. Вроде как рынок оживает, все отскакивает, но опять же, будьте начеку в сухом остатке. Да, конечно же, мы сейчас отскакиваем и все здорово, но не забывайте, что даже в бычьем рынке мы можем еще сильнее упасть, на самом деле, отскочить после этого. Это всегда возможно, но если этого все ждут, то этого даже скорее всего не произойдет, потому что если мы посмотрим на дневные свечи, то вот у нас уже произошла коррекция прямо до сетки, мы от нее сейчас отбиваемся. И вот здесь тоже самое люди говорили, что все, биток скам, бычий рынок закончился, туза дно. Вот здесь вот люди говорили, что все, это 3000 скоро. Вот здесь вот люди спрашивали, когда бычий рынок. Понимаете? И фишка в том, что эти же люди, кто не верит, кто продает, кто не покупает, они вот здесь вот купят. Они вот здесь вот купят, кредитов еще займут. И вот тогда-то и начнется медвежий рынок, потому что мы отскочим. Они вот здесь вот продадут, вот здесь вот докупят, подумают, что все, это to the moon, сейчас уже безоткатный на миллион долларов, и начнется медвежий рынок. Скорее всего, вот что-то такое мы увидим, если по классике. А биткоин, как и любой другой актив, обычно двигается по классике. Так что все, ребята, с вами был Грин Джофф, Ла-Ла, это канал Крипто Комментс. С вас подписки, лайки, ставьте стопы, тейки. И всем большущего профита. Субтитры сделал DimaTorzok